Задействовать возможности науки в прогнозировании и техногенных природных катаклизмов и борьбе с изменениями климата. Такую задачу поставил глава государства перед Отечественным научным сообществом сегодня на заседании Национального совета по науке и технологиям. Ученым нужно прогнозировать энергосбой эпидемии Зашихи. Будут восстановлены гидромиллиареативно-строительные институты. Институт сейсмологии в стране внедрят механизм подготовки индустриального PHD. Специалисты-инноваторы должны прийти в сферу зеленой энергетики, изменения климата и сбережения водных ресурсов. Подробности у моих коллег. Масштабные паводки, лесные пожары и землетрясения в Алматы показали, что в Казахстане нужен качественный научный прогноз. В сфере предупреждения ЧЭС накопился ряд проблем. В первую очередь дефицит квалифицированных кадров. Президент предложил восстановить Тараский гидромиллиареативно-строительный институт. Правительству поручено внести конкретные предложения для повышения потенциала института сейсмологии. Масштабные сейсмоисследования проведут в Алматы. Средства на это возьмут из местного бюджета. Кроме того, от экспертов ждут участия в прогнозировании и предупреждении энергосбоев, засух и эпидемий. «Профильным министерствам и акиматам следует пересмотреть программы развития отраслей и регионов с учётом возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. В эту работу нужно вовлечь научное сообщество экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, инженерии. Ещё раз повторю, госорганы должны везде опираться на качественное научное сопровождение. Это крайне важная задача. Решения должны тщательно прорабатываться, обосновываться и только потом приниматься. Поэтому учёные и исследовательские центры страны должны обладать всем необходимым инструментарием для анализа и прогнозирования ситуации». Обратил глава государства и на изменение климата, что влечёт за собой рост числа природных и техногенных катастроф. Из-за этого в ближайшие пять лет мировая экономика может потерять около пяти триллионов долларов. В нашей стране необходимо использовать потенциал для циологического центра. Мнение президента поддерживают и учёные. «В связи с напряжённой паводкой ситуации следует упомянуть, что катастрофическое наводение на реках Казахстана случается в 50-100 лет текущей ежегодной. Институт разработал консенсию по управлению опасным природным риском. Она универсальна. Её можно рассматривать в качестве основы для разработки научно обоснованных управленческих мероприятий, направленных на снижение рисков наводения». В новых подходах нуждается и нефтехимическая отрасль. Казахстанской экономике нужно отходить от сырьевой зависимости. В этой связи президент особое внимание уделяет коммерциализации научных разработок. К примеру, исследования учёных можно использовать при внедрении ресурсосберегающих технологий в сфере ЖКХ строительстве дорог с учётом местного климата, а новаторские проекты для развития безуглеродной экономики. «При этом нельзя забывать, что богатство наших недр по-прежнему остаётся одной из основ экономического роста страны. Поэтому надо внедрять передовые технологии в сферу добычи природных ресурсов, в том числе углеводородов и редкоземельных металлов. Об этом сегодня говорилось. Я как-то в одном из выступлений сказал, что редкоземельные металлы – это фактически вторая нефть. Мы должны очень рационально использовать этот потенциал. Вокруг редкоземельных металлов, вы сейчас видите, разворачиваются геополитические манёвры. И здесь роль государства, как, впрочем, и роль науки очень важна. Нужно повышать результативность поисково-разведочных работ и открывать новые месторождения. Для этого требуются качественные сдвиги в развитии геологической науки. В целом, вся отечественная наука должна быть ориентирована на эффективное использование наших конкурентных преимуществ и широкое освоение новых наукоёмких секторов. Научно-технический прогресс стремительно меняет облик глобальной экономики и образ жизни людей, заявил президент. Технологии, которые ещё вчера оказались фантастикой, сегодня становятся реальностью. Поэтому важно использовать все возможности для развития искусственного интеллекта. К 2030 году он может обеспечить 7% мирового ВВП. Мы сможем конкурировать только в программной части искусственного интеллекта, но в аппаратной части для нас большой разрыв. Критически важно воспользоваться благами искусственного интеллекта. Группа учёных из Сатпаев университет разрабатывает решения для задач уранодобывающей промышленности. Кроме этого, учёные из Казако-национального университета имени Аль-Фараби применяют искусственный интеллект в моделировании процессов внутри нефтяного пласта. В Казахстане искусственный интеллект уже успешно используется в медицине, банковской сфере логистики и образовании. В то же время индустрия нуждается в комплексной поддержке государства, отметил президент Тукаев. Нам нужно создать экосистему, обеспечивающую общий доступ к данным и технологической инфраструктуре. Также требуются соответствующие институты, фокус которых ориентирован на развитие искусственного интеллекта. Правительством сейчас разрабатываются стратегия развития искусственного интеллекта и цифровой кодекс. Документы призваны стимулировать исследования и практическое применение разработок в этой области. Предоставить бизнесу и вузам доступ к технологической инфраструктуре и базам данных. Вместе с тем обозначил лидер нации проблемы утрасли. Это отток кадров из системы высшего образования. Ученую степень имеют только 40% преподавателей, что не может не сказаться на качестве подготовки специалистов. На сегодня, по словам Доса Сарбасова, нашей стране необходимо вернуть тех ученых, которые уехали развиваться в зарубежные страны. А в этом направлении необходима комплексная работа. В настоящее время происходит преобразование, имеющее основную цель – ускоренное развитие научного развития Казахстана. И возвращение на родину высоко квалифицированных казахстанских ученых, работающих в развитых странах, могло бы существенно повлиять на данный процесс. Было бы целесообразно создать информационный центр для координации процесса возвращения наших ученых на родину. Этот же центр мог бы также координировать трехлетние постдокторские стажировки казахстанских молодых ученых в наиболее передовых зарубежных лабораториях. И это эффективный путь подготовки зрелых ученых в наиболее востребованных научных направлениях. Профильному ведомству поручено принять меры для решения проблем. Стране нужны квалифицированные кадры для приоритетных отраслей экономики. Глава государства предложил увеличить ежегодное финансирование грантов. Развитие науки – стратегически важный приоритет, отметил он. Особенно важно создавать условия для того, чтобы талантливая и способная молодежь занималась наукой. Созидание инноваций, знания и преданность науке – главные качества, которые нужны действительно передовой стране. Я специально остановился на этом вопросе на заседании национального курултаева Терау. Необходимо прилагать все усилия для всестороннего продвижения науки. Интерес к науке следует пробуждать со школы. Мы должны направить все наши силы на пропаганду знаний и науки. При необходимости нужно подготовить специальный документ. Поручаю Министерству науки и высшего образования заняться этим вопросом. Большую работу по привлечению научных кадров проводит Нацакадемия. Совсем недавно при учреждении создан Совет молодых ученых. Он объединил в себе талантливых и способных светлых умов. Академия предложила инициативу «Наука в регионах для региона». Ее цель – всесторонне поддержать развитие региональной науки, чтобы имеющийся на местах научный потенциал эффективно использовался местными исполнительными органами. Сейчас мы определяем несколько областей, чтобы отработать данную инициативу в пилотном режиме на практике. Затем отработанная модель будет тиражирована на другие регионы. Сейчас парламентарии обсуждают законопроект о науке и технологической политике. Касым Жумартукаев выразил надежду, что документ придаст импульс развитию отрасли. В целом, отечественной науке и образованию необходимо ориентироваться на передовой международный опыт. Алеша Рашимов, Батагос Базарбаева. При поддержке телерадиокомплекса президента 24КЗ.